Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Live, и только вот вышло обновление, буквально еще час назад игра была недоступна, и у нас вот появились, короче, птерозавры. Даже не знаю, кто это у нас. Первый птерозавр, это у нас ГЦ Аптерикс. ГЦ Гаптерикс, точно, думаю, что-то неправильно прочитал. ГЦ Гаптерикс, ребятки, давайте же мы его запустим. Нам предлагают их словить целых 50, хотя он стоит вот этот вообще даже не на точке. Вообще как-то странно. Так, это у нас типа обычный. Так, готово, готово, готово. Это у нас типа как Раптор, ой. Ай, мышка, вот это у нас есть косячок мышки, когда она не прожалась полностью. Ну, 150, давай. Ааа, промахнулся. Ну ладно, 143. Куда бедно сойдет, еще не привык, конечно же, ловить птерозавру. Так, это, ммм, таких у меня еще не было, ГЦ Гаптерикс. И вот тут еще есть даже такие, которые вот просто летают, ребятки. Но их можно вот так вот поймать, тупо подойти. Они летают по одним и тем же траекториям. Можно к ним подойти и поймать. Но это у нас типа Тапижара, да? Ай-яй-яй, так же надо было ж так скосить. Не надо разгоняться. Не надо. Ладно, соточка, да? Ну, ничего. А это Тупанда чего? Оооо, я думал это, ну да, сейчас почитаем. Это у нас Тупандоктилис. Тупандоктилус. Тупандикулус. Тупандикулус или Тупандоктилус. Ну, мне больше нравится Тупандоктилус. Ну, это явно какой-то родственник Тапижары. Или Тупуксуара. Тупуксуара, кстати, тоже очень даже подходит. Так, ну я, по-моему, еще здесь кого-то видел. Так, ты кто? Джунгориптер, ребятки, у нас здесь. Ничего себе. Ну, а это вот этот Тупандоктилус. Прикольно. Еще на земле тут стоял кто-то. Это, блин, Чезингоптер может был. Я думал это был тот же самый. Но нет, это, короче, был кто-то другой, ребятки. Так что вот такие вот дела, в общем-то. Я сейчас их немножко тут наловлю. И мы пойдем попробуем им где-то даже посражаться. Еще, ребятки, у нас появился вот такой вот рюкзачок. Просто как у какого-то Покемастера. И нам выпала вот у меня в одном из Покестопов, Саплайдропов, капсула с приманкой. То есть, я так понимаю, это для обычного динозавра, это для редкого, это для эпического. Ну, именно для Птерозавра. То есть, эта приманка заставляет существо ненадолго приблизиться к вам. Давайте посмотрим. Так, это у нас, собственно говоря, редкий, редкий, редкий. Это у меня тут летает Джунго Риптер летает. И Тупуксу... Блин, не Тупуксуара, а Тупандактилус. Тупандактилус летает. То есть, у меня вот этих нет. И еще как бы тут выскакивают, достигнут дневной лимит. То бишь... То бишь, я больше не могу их использовать. Ну, давайте, короче, давайте сейчас я попробую. Блин, надо кого-то найти летающего, обыкновенного. Здесь все редкие летают. Редкие, редкие, редкие. Так, ладно, давайте так его сейчас отстреляем, этого еще парнишку. У нас, по-моему, три дня идет акция. Чтобы это все дело отстрелять, отловить. О, это такой более шустрый гаденыш. Как-то начал маневрировать. Это Джунго Риптер у нас такой был. Да, ну, приманочка, я так понимаю, просто он подлетит ближе. Это если он вдруг находится где-то там за какой-то оградой, там, речкой, там, за домом, куда вы не можете зайти. То есть, это его просто так приманит. Да, ну, а в противном, вот видите, достигнут лимит. То есть, всего лишь одну обычную капсулу в день можно, даже, наверное, не обычную, а одну капсулу в день, любую, можно, короче, здесь отловить. Еще появилась башня, короче, башня, в которой можно сражаться именно, именно птичками. Мы туда сейчас и пойдем. Ну, в общем-то, что-то, хотел сказать, нет обычных. Вот, допустим, обычный у нас есть. Интересно, как... Единственный обычный здесь, это у нас ГЦ Гаптерикс. А ну-ка, как, допустим, сработает эта приманка. Несмотря на то, что писала, лимит достигнут, я еще вторую, короче, смог приманку. Короче, активировать и... Да, она действует только в твоем радиусе. Она действует 4 минуты. Короче, ребята, я понял, как работает приманка. Она не приманивает именно тех, кого уже видно на карте. Просто к вам, вот, рандомно, в ваш кружок на протяжении, там, 4 минут начинают приманиваться обычные динозавры. Но это зависит от редкости того, чего вы использовали. То есть, можно приманивать любых динозавров. Я думал, ты относишься только к птерозаврам, которые летают. Но нет, любых, ребята. Вот так же у меня сразу появился Трицератопс там. Вот теперь, смотрите, я здесь шел, никого не было, и появились трое. И появился вот обычный ГЦ Гаптерикс. Давайте тут же еще его отстреляем. Раз он уже там так появился. То есть, и вы просто ходите, и... Появляется прямо у вас под ногами просто намного, намного больше разных динозавров. Ну, за той редкости, какой у вас была приманка. Вот и все. Вот так вот она работает. Но неплохо. Даже, в принципе, оказалось лучше она работает, чем я думал. Даже еще кое-что понял, ребятки. Походу он приманивает разных динозавров, любых. Потому что, как бы, мне даже попался, приманился редкий надопатозавр. Вокруг редких там такая какая-то аура голубенькая летала. То бишь, я так понимаю, просто шанс приманить ее. Даже у обычного есть приманить любого вида динозавра. Но в основном это обычные. А у редкого просто шанс приманить редкого намного выше. То есть, оно работает, по идее, на всех. То есть, даже обычное, скорее всего, может и эпических динозавров приманить. Ну, короче, как-то так оно работает. Так, а теперь давайте пойдем... Не, куда ж. Нам пока сражаться некем. Мы пойдем сейчас, ребятки, создадим и прокачаем всех, кого можем. Кого я тут уже отловил за пару, там, 10-20 минут. Так, это у нас Джунго Риптор. О! Ух ты! А это, короче, телефоны. Помогла ли вам эта информация, блин? Я понял. Ну, теперь, по крайней мере, эта кнопка. Я на эмуляторе играю, естественно, у меня тут, наверное, поддержки. Это и как бы... Ну, нету функции. Но теперь хоть кнопка эта появилась, а то ее раньше не было. Так, вот такой вот у нас Джунго Риптор. То есть, это у нас редкий. Давайте его эволюционируем. Эволюционируем. И еще разок эволюционируем. Так, что у него тут по показателям? 1200 на 350, скорость 110. Ой, а у них больше ударов, что ли? Ну-ка, не понял. Разрушительный. Так, в обход щита обычный. 50% к урону на 3 хода. Нанесение урона Х1, короткая защита. И вот это вот. Что такое? Замена с усилением. После замены вы наносите на 50% больше урона на 2 хода. Защита от замены на 2 хода. То есть, не понял. То есть, мы нажимаем этот удар. И это пассивное умение. Вот, то есть, квадратиками это пассивное умение. То есть, есть контратака. И замена с усилением. То есть, если я был одним динозавром, потом подменился на него, то получается, я на 2 хода бью плюс 50%? Так получается. Или, то есть, в каком случае? Или наоборот, после замены? Ну, тут надо разбираться. Так, изогнутая морда джунгариптера помогает ему ловить ракообразных, которые составляют важную часть его рациона. Среди птерзавров джунгариптер проводит самые сильные контратаки, а также может наносить больше урона за счет многочисленных атак. Ну, у него, то есть, одинарная контратака это много, обычно 50%. Вот такой вот у нас джунгариптер. Прикольно. Следующий, кто у нас есть? Это у нас ГЦ Аптерикс, обыкновенный. Прикольно, классно сделано, ребятки. Ух ты, смотрите, как можно его покрутить. Красивый. Ну, такая шея длиннючая, что просто капец. Ой, ну, правда, он у нас самого слабого урона. Саменький, слабенький такой. Я их поймал всего-то пару штук. Ну, ладно. Посмотрим сейчас, какие у нас там условия. По-моему, мы можем взять троих против противника, потому можно будет взять и самого слабого посмотреть. Ну, хотя, смотрите, на третьем уровне у него уже 1300. У него классные показатели, как у того. Скорость даже выше. Так. У них у всех есть пассивочка, я так понял. Обычный очищающий удар с одинарным уроном еще снижает скорость. Хорошо. И удар с подменой на полтора. Так. И пассивное умение. Это замена защиты. Первый ход. После замены вы получаете щит на 50%. То есть... Блин, ну то есть после замены... Кого на кого? Не совсем понятно. Гацей Аптерикс был самым опасным хищником на доисторическом острове Хатег в океане Тетис. Отсутствие в тех землях крупных тероподов позволяло им, этим терозаврам, буквально захватывать остров. Ну, он здоровенный. Гацей Аптерикс. Так, давайте еще. Мы тут соберем 8-часовый инкубатор у нас готов. И террекс. И еще, блин, уже эпических насыпают. Кстати, я могу качнуть пирозавра. Победите 10 животных. Интересно. Интересно, что это за условия. Будем сейчас смотреть. Так. Нам еще нужно создать двоих. Это у нас будет ред... Редкий. Тупандактилус. Папандопулус. Ах, какой... Блин, какой... Мне напоминает, это он инопланетяна из игры. Такой МДК-2. Может, кто-то помнит. Такая была игра. Крутая. Старая, но крутая. Очень. Головоломистая. Так. Восьмой левел. Вообще, красавчик. Красавчик. Так. Ну, жизни. Смотрите. То вон на первом 1300. На втором. У этого на восьмом. Такой же. Жизнь вообще не растет. Так. Это у нас очень медленный. Снятие щитов. Он снимает щит еще и в обход брони. То есть... Не понял. Просто сквозь щит. А, подождите. Сквозь щит и сквозь броню. Вот так получается. Шорт-дефенс на 2 хода 50%. И подмена. Также из пассивок. Замена с усилением. После замены вы получаете на 50% больше урона. И контратака есть. Так. Крупные гребни на головах самцов и самок. Тупандукту... Тупан... Тупандактилсы. Ё-моё. Тупандактилсы различались по виду. Поэтому ученые полагают, что так представители этого вида могли отличать друг друга. Хорошо. Тупандактилус. Тупандактилус. Тупой дактилус. Так. И Кецекватриль. Да. Один из самых крупнейших летающих теразавров. Ну, похоже на Гацептерикса чем-то. Так. Седьмой левел мы можем ему создать. Так. Это у нас пока что самый живучий. 1544 на 365. То есть удары у них у всех что-то какие-то почти одинаковые. Несмотря на то, что он редкий, у него 3 удара и 1 пассивка. Странно как-то. Этот теразавр из мелового периода назван в честь ацтекского бога Кецекатли. Кецекатли является самым большим летающим существом. Кецекатли ловит потоки воздуха так умело, что может путешествовать между континентами и даже облететь весь мир. Так. Ну, вот такие вот удары у него. Очищение. Шорт дефэн... А. Длинная защита. На 4 хода. Ого. И первый ход. После замены вы получаете щит на 50% на 2 хода. Защита от замены на 2 хода. Блин. Ну, как это все работает? Сейчас будем, ребятки, с вами тестировать. Так. Создал я всех, кого мог. Кого я еще тут одного поймал? Арамбургиана? Арамбургиана. Ммм. Так. Размах крылья Амургиана может превышать 10 метров. Как и другие представители семейства. А. Так. Аждархидов. Этот гигант не только отлично охотится в воздухе, но и способен находить пропитание на земле. Да. Ну, такого я еще. Он редкий. Я не наловил. Кстати, как видите, у нас есть еще и гибрид уже редкий. А. Ух ты, блин. Алан Келозавр. Ну, вы поняли. То есть, Аланка будет. И. И. Это у нас кто? Обычный. Значит, Аланка должна быть эпической, как минимум. Так. Что у нас тут еще есть такое? О. Появился гибрид с Брахиком. Как я говорил, что нет гибридов с Брахиозаврами. Изменилась арена. Это. Это. Нодопата Титан. Прикольно. Прикольно. Это Жирафа Титан. Не Брахик, а Жирафа Титан. Нужно будет прокачать. И вот еще два гибрида, которых я не видел. Кстати, вот этот тоже новый. Что-то я его не замечал. Так. Монолометродон. Неплохо. Прикольно. Чем-то похож на Димитродона в Jurassic World The Game. Блин, прикольно. Прикольно, ребятки. Игра, короче, растет и развивается катастрофическими темпами просто. Так, ну что. Ну а мы пойдем. Пойдем, пойдем. Нет, команду нужно поменять. Нужно поменять команду. Так. Ну, что поделаешь. Третьего. Четвертого. Так. Ну, всеми попробуем. На всех, по крайней мере, сможем посмотреть сейчас. Готово. Ну что, помчались, ребятки. Так, вот-вот-вот-вот-вот. Кто у нас есть? Самый слабый пойдет. И два вот таких. А, вот все четыре берем. Ну, давай. Выбери четырех животных. Выбрали. Так, ну, надеюсь, у нас же будет, как обычно, шара в три проигрыша. А у него будет два противника. Это позволит нам, надеюсь, потестировать нашего самого слабого. Третьего уровня. Ну, жизнь у него есть. Блин, какой красавчик. Блин, это прикольно. Долгая защита. Это на четыре хода, да? Да, на четыре хода. Ух ты, и анимация новая появилась какая-то. Ну, я его буду по 150 дымажить. Опа. Он подменился. И вот активировалась вот эта вот. Замена с защитой. А на кого он подменился? Гацептерикс. То есть, это получается, мы нажимаем эту подмена, и появляется другой динозавр, и на него ставится щит. Это, короче, вообще ядрен батон. Такая какая-то путаница. Так, ну, если он сейчас нас... Так, теперь кецекатль. Да, он постоянно вот этой ерундой страдает. Вот это какая-то чехарда. Это может получиться вообще непонятно что. Ну, смотрите, неплохо держится мой третий уровень. Мой Гацептерикс. Ну, этот человек, понемножку дымажу себе. Так, ну, пора, пора заменяться. Что-то, конечно, странное, непонятное происходит на экране. Вон, папик подменился. Да я ж нажал подмену. Ооо, вот так. Давай, меняемся. Так, вот кецекатль. О, это у него и так... Если мы на него подменяемся, то есть, получается вот такая вот штука. На него. Отлично. Ну, у нас и так, в принципе, стоит щит. Пока что, и сейчас его использовать незачем. О, крит получился. Новые анимашки. Прикольно. Игра просто километровыми шагами развивается. Так, ну, думаю, сейчас уже можно использовать и щит. Ну, вот. То есть, если вы подменяетесь на существо, у которого есть эта пассивная способность, то у него получается щит. Ну, это очень долго, короче. Ну, с такими приколами, с такими подменами и щитами, это, блин, до утра тут можно сражаться. Ну, че поделаешь, ребята? Ну, мы побеждаем. Хорошо продержался наш третий уровень. Блин, ну, это постоянно. То есть, он каждых два хода будет подменяться, чтобы вот этот щит был. То есть, реально, то есть, вы берете там два-три динозавра с такой способностью, птерозавра. И, то есть, один-два удара, подмена. Подменился, опять появился динозавр со щитом. Один-два удара, опять подменился, опять удар со щитом. Ну, тут надо вот так вот реально делать, как и он делает. Использовать вот этот удар с подменой. И будет появляться, вот, у нас здесь есть и контратака. И, короче, всеми ким хочешь посражаемся. Усиление атаки. И вот, это была наша пассивная способность, усиление атаки. И вот, контратака. Ничего себе, это джунго, да? Да, джунго риптер крутой. Крутой демагер. Так, это мы только одного завалили. Так. Ну, вот этим давайте. Контратака и удар. Максимальная контратака и удар. То есть у него слабый удар, 266 был, да? И подменился, конечно же. Но мы выжили. И добили его, то есть и все, победа. Блин, ну, геморная штука такая непонятная. Но это победа. Прикольно, короче. Как-то очень странно, но прикольно. Пока что. Так, давайте собираем золотишко. Сейчас посмотрим, что у нас там еще есть. Так, у нас здесь тоже, по-моему, эти птеричи. Птеричи. Но здесь у нас уже много боев. И давайте-ка мы уже тогда... Ну, не будем... Не будем затягивать, что ли. Посажаемся немножко и птичками. Но если нам надоест, будем сразу подменяться на рапторы и просто всех кромсать. Да, ну, осталось дождаться, когда в Jurassic World Evolution, короче, появятся птеричи. Точнее, появятся наземные. Так, это самый какой-то злой у нас птерозавр. Две пассивных умелки. Так, ну, мы ходим после него. Блин, больно ударил гаденыш. 109-340 у нас. А у него 114-347. Так, ну, мы можем сквозь его щит пробивать, в отличие от него. Но он бьет больно. И сквозь щит, короче. Ох, контратака с критом и... Атака сквозь щит. 340. Блин, но уже без усилялки была. Давай. Так, нам скорость снизили. Но контратак у нас есть всегда. И добили. Нормально так, заклевали насмерть. А, ну, это была изи-катка. Изи-катка, ребята. Совсегда собираем шаровую эту штучку. Никуда ходить не надо, но тут сама появляется. Вообще шикарно. Идем дальше. А ну, давайте, давайте, давайте. Ну, мне Джунга понравился. Джунга. Джунга, Джунга неплох. Так, ну, начнем давайте еще раз с этого. Тупандуктиуса. Тупантактиуса. Папандополоса, короче, начнем. С Папандополоса. Типа он шустрее, да? Но у нас есть сквозь щит. И контратак у нас тоже сквозь щит пробивает или нет? Нет, контратака не пробивает сквозь щит. Давайте будем сейчас подменяться. Потому что подмены дают бонусы. Либо щит, либо усиление. Так, перед подменой получи контур. Так, замена защитой. Вот поставился щит наш. Но мы не можем подменяться два хода. То есть это тоже, кстати, у него такое умение, скажем так. Готовенький. Кстати, это был наш соорудич. Ой, я думал уже заглючил. А это у нас сменилось время дня и ночи. И сменилось. Кстати, то есть мы же можем подмениться. И подменится он случайно на Раптора, например. Может быть же и такое. Давай, Джунга. Джунга, я в тебя верю. Ты больно бьешь. Так. Гетцикватль. Так. Ну мы же выдержим. Еще и контрим неплохо. Усиление. Так, а у нас ударского щита есть? Какой там у нас первый удар? Да. Давай, пока усиление у нас есть. Так, подменился. Ну опять же, это защита дурацкая. Я думал сейчас хоть продамаживаю. А, мы сквозь щит бьем. Есть, отлично. Красавчик. Ну что-то как-то слабо ему бонус чего-то дал. Но у него нет в этом удара с заменой. А, и крит нам прилетел. Но у него есть удар сквозь броню. Так, ну мы один удар должны выдержать. А ему уже ничего не светит. Ага, эти подмены идиотские. На тебе, 530 крита. Но тут надо стоять насмерть. Раз нет удара с подменой, будем стоять насмерть. Блин, что-то я не понял. Как это усиление атаки у него срабатывает? После замены вы приносите на 50% больше урона на 2 хода. После чьей замены? После замены врага получается? У нас эта способность появляется. Такой завис, подумал. А, черт, надо умирать. По сюжету, да? Так, мы шустрее. Пробиваем. Что-то не слышно, правда, звуков, чтобы они крякали. Они вроде как там роты открывают друг на друга, но не крякают. Ну, такой звук, он когда летит, как будто аж земля трясется. Так, ну это все, мы добили, то есть без проблем. В принципе, птерозаврами справляемся. Так, третья победа. Еще две. Так, посмотрим. В принципе, сейчас стоило бы, наверное, подмениться буты на кого-то, кого-то шустрого, посмотреть, как взаимодействуют обычные динозавры с птерозаврами. Например. Давай сейчас. Раптор. Раптор пробьет одну птичку. Вот так вот. Прикольно. Блин, знаете, какой он гигантский, да, лежит по сравнению с Раптором. Масштаб неплохо соблюден. Это ж так реально есть. Эти гиганты у нас тут в основном добавили к в основном таких крупных птерозавров. Так, ну давайте, давайте, подменимся, подменимся. Не будем же всех уничтожать одним Раптором. Вот, мы на него подменились, и у него активировалось усиление. Но он не может подменяться два хода. Ну, как бы, по барабану. Шесть, шесть, шесть. Вот что у нас есть. Ну давай. Ай, черт, он быстрее. Ну, защиту себе не поставил, значит капицыно. Вот, это была контратака, между прочим, просто такая, с усилением, не кислое. Так, ну, победа. Еще один бой. Так, там джунга девятый появится, который будет бить больно наших птерозавров, по крайней мере. Давайте откроемся с моно стеготопса. Сейчас выбьем какого-то птерыча. Кстати, как паралич на них работает? Есть у нас удар с параличом? Блин, пока что нет. На тебе полтора урона. Может, а, так он сейчас его может пробьет сразу. Ну, практически. Практически. Так, ну, тогда паралич пока не буду использовать. А, хотя надо было. Усиление так на него активировалось. А, мы с него сняли усиление. Очень приятно. Я просто что хотел? Я хочу кого-то парализовать. Они с этими ударами под замену. Я просто... Вот сейчас кого-то ударю. А он сейчас подменится. Будет неприятно. Я хочу паралич увидеть. Вот сейчас буду парализовать парнишку. Это будет гадцы Аптерикс. Так, у тебя здесь полная жизнь. Молодец. Смотрите, какой совсем небольшой. Блин, а это сейчас... Ё-моё, вот это не хотел. Я не хотел бить недобитого. Я его сейчас просто убью и не увижу на нем паралича. Вот я о чем. Чиху на него. Так, давай наш парусник. Максимальная контратака. И... Надо ставить щит. Переживем ли мы вообще еще один щит? Ну, один удар, то есть. Не факт. Давай я в тебя верю. Держись! Держись, тупик! Выдержал, молодец. Хвалю, похвален. И давайте нам главную награду. Кого-то новенького дайте, кого у меня еще нет. Во-во-во-во. Арамбургиана. Есть, отлично. Тогда, ребята, мы сейчас идем еще и создадим... О, иптебоптеродактиль? Или птеронодон? Так, вот, кстати, а, здесь еще есть много кого мы не видели, получается. Давайте создадим эту... Орамбургиану. Такой какой-то здоровенный, да, какой-то... Му... 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 Как это? Му... 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 Бликак это? Ай, здоровенный. Мари бул... Му... Короче, вы поняли, в Африке живет. Так, очищает себя щит. Ограждающая замена. Первый ход. После замены вы получаете непобедимость. То есть, прикольно. Подзаменился, и ты неуязвим. Размах крыльев Омарбургиана может превышать 10 метров, как и другие представители семейства. Это мы уже читали. Это мы уже читали. Странно. Так, вот, кто у нас тут появился. Птеронодон. Эпические ребятки. Это... Птеронодоны представляют... Предпочитают собираться в группы и жить рядом с утесами, где много восходящих потоков. Высокая скорость делает их опасными противниками, которые пикируют и терзают жертвы. С многочисленными атаками. Блин, ну, мы не видим, кстати, к сожалению, показателей. И вот, смотрите, еще какой гигантский, гигантский клюв у нас тут появился. Это Аланка. Да, эпическая Аланка, как я и говорил, она должна быть эпической, чтобы в комбинации с обычным анкилозавром получить нашего гибрида. Капьеобразный клюв Аланки напоминает клюв большой голубой цапли и других крупных птиц. Охотящийся на рыбу Аланка мастерски использует его, так быстро нападая на цель, что та даже не успевает нанести ответный удар. Ну и вот и наш гибрид. Летающий гибрид обладает отличной защитой благодаря сочетанию ДНК птерозавра и тераподан. Тераподан. Ну, анкилозавридов, если быть точнее. Вот так вот. Мы вообще-то довольно много. Это, кстати, и были те два наших недостающих птерозавра. Теперь мы, в общем-то, знаем уже всех птерозавров. Ну, на этом я, ребятки, с вами прощаюсь. Попытаюсь сейчас монтировать и сегодня же вечером выложить. Всем пока.